В 80-х годах 19 века человек по имени Джордж Уолзер решил сделать что-то очень выдающееся. Он решил создать город. Город не такой уж и выдающийся, тем не менее, интересно в этом городе то, что его хотели создать на основе чистого атеизма. Предполагалось, что в этом городе будут жить те, кто не верит в Бога. Он хотел создать город под названием Либерал, штат Миссури, на основе идеи о том, что каждый человек в городе атеист, что не существует ни Бога, ни церкви, ни рая, ни ада. В данном конкретном городе не должно быть ничего религиозного. Сейчас в городе Либерал, штат Миссури, проживает примерно 780 человек. Названия улиц те же, что и тогда, когда Джордж Уолзер давал им имена известных атеистов, агностиков и безбожников. Здесь вы увидите проспект Дарвина и Ингерсола, названные в честь Роберта Ингерсола и Чарльза Дарвина. Есть также проспект Пейна, названный в честь Томаса Пейна, написавшего едкую диатрибу против богодухновенности Библии. В 1880 году, когда появился город Либерал, там было около 300 жителей. Вскоре город быстро наполнился ворами, клеветниками, пьяницами, теми, с кем обычно встречаться не хочется. В город Либерал приехал человек по имени Кларк Брейден. Он был профессиональным оратором, который к тому времени принял участие в более чем 120 дебатах. Он прочитал более 3000 лекций. Он говорил о христианских принципах, изложенных в Новом Завете. После посещения города Либерал, штат Миссури, он написал статью с описанием жизни в этом городе. Вы видите фотокопию оригинала статьи, ее нашел Эрик Лайнос. Она была опубликована в 1885 году в газете Сент-Луис-Пост-Диспач. В этой статье Кларк Брейден описал то, что он увидел в городе Либерал. В статье он говорит о том, что все женщины и мужчины сквернословят, говорят непристойности. По его словам, даже для детей такая форма поведения стала привычной. Он говорит, что дети там без всякого почтения относятся к своим родителям. Гостиницы похожи на бордель. Этот город точно не хотел бы посетить ни один порядочный человек. И, конечно, он видит в этом атеистическую идеологию, заложенную в основании этого города. Вскоре на Кларка Брейдена подали в суд, обвиняя в клевете и оскорблении. И сразу после выяснения ситуации, конечно, все поняли, что Кларк Брейден был совершенно прав в том, что говорил. Уголовное расследование было закрыто, с Кларка Брейдена были полностью сняты все обвинения в преступлениях. Однако затем владелец одного из отелей выдвинул против него гражданский иск на 25 тысяч долларов. Этот человек пытался преследовать его за клевету и оскорбление. Однако, когда он увидел, какие доказательства приводит в свою защиту Кларк Брейден, они показывали, что гостиницы действительно ничем не отличались от борделей, Гражданский иск был отозван, и истцу пришлось покрыть все судебные издержки. Кларк Брейден попал в точку. Город Либерал в штате Миссури действительно был неудачным экспериментом. Но это нельзя считать неудавшимся экспериментом того, что должно было произойти, если собрать вместе множество атеистов, поскольку он показал, что происходит, когда собирается вместе группа людей, которые искренне верят в то, что Бога нет, а также искренне верят в то, что не существует стандарта морального поведения. Да, это был неудачный эксперимент создания нового города с добропорядочными гражданами. Но даже добропорядочные граждане не смогли бы создать ничего стоящего, потому что сам фундамент, на котором создавался город, был ущербным. И это основание — атеизм. На этом занятии нам следует дать оценку идеи атеизма в сравнении с идеей христианства. Мы увидим, к чему приводят эти идеи тех людей, которые по ним действительно живут. Я бы хотел процитировать слова человека по имени Бертран Рассел. Одно время Бертрана Рассела считали величайшим агностиком и даже атеистом. Он колебался между двумя этими позициями. Он написал статью «Почему я не христианин?». Здесь я бы хотел привести его слова о христианстве. Итак, он совсем не христианин и не принимает философию Христа, изложенную в Новом Завете. Тем не менее, он говорит, «Как только христианство захватило государственную власть, оно положило конец гладиаторским боям не потому, что они были жестокими, а потому, что они были идолопоклонническими. Однако это привело к снижению обучения жестокости. Разлагавшее население римских городов. Кроме того, христианство много сделало для смягчения участи рабов. Благодаря христианству, широкое распространение получило благотворительность и открывались больницы. Хотя большинство христиан, к сожалению, никакого участия в христианской благотворительности не принимали, сам идеал благотворительности выжил и в каждую новую эпоху вдохновлял самых выдающихся святых. В новой форме этот идеал был воспринят либерализмом, продолжая вдохновлять многих людей в нашем мрачном мире. Господин Рассел, верите ли вы в доказательства истины христианства? Конечно, нет. Считаете ли вы, что есть доказательства существования Бога и того, что Он вдохновил на создание Нового Завета? Конечно, нет. Господин Рассел, и вы считаете, что христианство вдохновило на самые достойные поступки в нашем мрачном мире? Да, я так считаю. Друзья, истина состоит в том, что если человек применяет принципы христианства в своей жизни, этот человек достигает такой степени совершенства, что даже люди, которые не верят в Бога, смогут признать, что плоды такой жизненной философии прекрасны, однако я хотел бы рассмотреть плоды атеизма. Как должен вести себя человек, который искренне верит в то, что Бога нет? Что он делает? Как он ведет себя? Какие идеи принимает, а какие нет? Я бы хотел прочитать цитату из Уильяма Провайна. Его пригласили сделать основной доклад в Университете Теннесси в 1998 году во время ежегодного Дня Дарвина, приуроченного восхвалением Чарльза Дарвина и его учения, когда с докладами выступают люди, которые верят в эволюцию. В своем докладе он сказал, «Из современной науки непосредственно следует, что не существует никаких непреложных моральных или этических законов, никаких абсолютных руководящих принципов для человеческого общества». по его словам, «если вы верите в атеизм», здесь он говорит о современной науке и атеистической эволюции, «если вы верите в атеистическую эволюцию», это означает, что не существует безусловных моральных законов, которым вы должны следовать. вы хотите избавиться от ребенка, который вам надоел, причиняет неудобства? Отлично, сделайте это. Не существует безусловного морального закона, который удержит вас от этого. Если общество проголосует, что все дети, которые к моменту окончания детского сада не умеют читать, должны уничтожаться, делайте так, потому что не существует никаких моральных принципов. В целом, ничто не может запретить вам делать или не делать что-либо. Единственное, на что вы будете опираться при принятии решения, это результат голосования. Здесь он дает вам принцип, согласно которому, если вы верите в современную научную идею атеистической эволюции, то она не будет ограничивать вас каким-то одним стандартом, которым бы вам необходимо было руководствоваться в своей жизни. Посмотрим, к чему это ведет. Если проанализировать ситуацию с сексуальной распущенностью только в нашей стране, можно увидеть весь спектр негативных последствий на общество, которые имеет эта практика среди подростков, а также 20, 30 и даже 40-летних людей. Вы обнаружите, что ежегодно примерно 3 миллиона сексуально активных подростков заражаются болезнями, передаваемыми половым путем. Вы увидите, что в 1998 году в США 56% всех девушек и 72% юношей были сексуально активны еще до достижения 18-летия. И примерно 19% из числа сексуально активных имели 4 или более партнеров. Я хочу спросить вас, при помощи чего можно оправдать беспорядочные сексуальные связи? Можно ли в Новом Завете найти оправдание идеи о том, что можно заниматься сексом в любое время, где и с кем хочешь? Если почитать Новый Завет и даже Ветхий Завет, вы увидите, что Библия однозначно осуждает такое поведение. Например, в книге «К евреям» глава 13 стих 4 говорится, «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Обратившись к Первому Посланию Коринфянам, глава 6, начиная с 9 стиха, вы прочтете о том, что существуют определенные категории людей, которые не унаследуют Божьего Царства, а это те люди, которые избрали совершать такие грехи, как блуд, прелюбодеяние и прочие грехи сексуальной распущенности. То есть оправдания этому в Новом Завете не найти. Но вы можете спросить, подождите, хотите ли вы сказать, что все сексуально активные подростки в США атеисты? Нет, я совсем не это имею в виду. Здесь надо быть точным. Дело не в том, что все, кто делают что-то плохое, заявляют, что они не верят в Бога. А в том, что христианство никогда с этим не мирится. Есть ли философия, которую вы можете принять, и которая могла бы оправдать такое поведение? Такая философия наверняка есть. Я бы хотел обсудить одну цитату. Это слова доктора Лоренса Шоу на съезде Европейского общества по репродукции человека и эмбриологии в 2006 году. По словам доктора Шоу, прежде чем обвинять подростков в преждевременном сексе и беременности, мы должны помнить, что это естественная реакция девушек на повышение уровня фертильности. Общество может осуждать их, но их поведение — часть эволюционного процесса, который продолжается уже почти 2 миллиона лет. Вы говорите, что много подростков беременеет? Общество должно быть осторожным, осуждая их. Будем осторожны, обвиняя их. Они лишь воплощают позывы эволюции. Они оказываются продуктом безличного случайного процесса, длящегося миллионы лет, который сводит их вместе в данном конкретном месте. Так что в этом нет ничего плохого. Они просто делают то, что должны делать эволюционно развитые подростки вида Homo sapiens. Чья в этом вина? В этом нет ничьей вины. Зачем вообще говорить о вине? Ведь если вы верите в атеистическую эволюцию, никаких моральных принципов не существует. И девушка-подросток может спать с пятью парнями перед замужеством. Это так же морально приемлемо, как и сохранение целомудрия до брака. Продолжим словами Олдаса Хаксли, написавшего книгу «Дивный новый мир». Я читал ее в девятом классе, и она меня просто потрясла. В этой книге описано общество, в котором государство отвечает за сексуальную жизнь граждан и следит за тем, чтобы один человек не жил с другим слишком долго. То есть государство поощряло всеобщую распущенность. По словам Олдаса Хаксли, у меня были мотивы не хотеть того, чтобы мир имел смысл. Соответственно, я предложил, что его нет. Для меня, и, несомненно, для большинства моих современников, философия бессмысленности была в первую очередь инструментом освобождения. Мы хотели освобождения одновременно с освобождением от определенной политической и экономической системы и освобождением от определенной системы морали. Мы были против морали, потому что она ограничивала нашу сексуальную свободу. Хаксли говорит так, «Знаете, если бы был Бог, я бы не мог заниматься сексом с тем, с кем и когда я хочу. Поэтому я заранее решил, что Бога нет». И оглянувшись вокруг, я обнаружил доказательства того, что это именно так. Потому что я не хотел, чтобы кто-либо ограничивал мою сексуальную свободу. Знаете, каков один из мотивов атеистической эволюции? Нет, это не следование за доказательствами. Это «я не хочу, чтобы был кто-то, перед кем я буду отвечать за свое поведение». Особенно свое сексуальное поведение. И если я могу избавиться от Бога в своей голове, то могу делать все, что хочу. Проблема с таким подходом состоит в том, что люди, избавляющиеся от Бога в своей голове, не могут избавиться от Бога в мире. Потому что если Бог существует, а Он существует, они похожи на страусов. Закапывающих свою голову в песок и думают, что их не видно. Библия говорит, что Богу видно все. Глаза Бога всегда видят, где есть зло и добро. И если не думать о Боге, Он от этого не перестанет быть. Правда? Продолжим. Мне не хочется обсуждать этот вопрос, но его надо обсудить. Изнасилование и эволюция. Кажется, само слово отвратительно. И его не хочется обсуждать в обычной беседе. Если мы зададим себе почти абсурдный вопрос, можно ли найти в Новом Завете оправдание изнасилованию, мы поймем, что это невозможно. И вспомним слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 12. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Вы вспомните послание к филиппийцам, в котором апостол Павел говорит «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». А перед этим он говорит «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». Не говоря уже о тех стихах, в которых осуждается половая распущенность. Преступное поведение по отношению к другим людям прямо и многократно осуждается в Новом Завете. Есть ли философия, которая могла бы оправдать такое гнусное поведение по отношению к своим ближним? Да, есть. Рэнди Торнхилл и его коллега Крейг Т. Палмер, написавшие в соавторстве книгу «Естественная история изнасилования», заявляют, «Эволюционная теория действует в отношении изнасилований, как и в отношении других действий людей, как на логических, так и на фактических основаниях. Не существует законных научных оснований не применять эволюционную гипотезу к изнасилованию». Почему совершается изнасилование? По причине эволюции мужских человеческих особей. И это одно из явлений, которое сопровождало их эволюцию. Прочитаем его утверждение, сделанное 16 марта 2001 года на лекции в университете Саймона Фрейзера. «Эволюционная, биологическая и природная значимость изнасилования состоит в том, что мужчины оставляли потомство, в частности, потому что при определенных условиях совершали насилие». Почему вы тут сидите и слушаете этот семинар? Потому что несколько миллиардов лет назад у вас был предок, который хотел передать свои гены. Фактически, он был, за неимением более подходящего термина, одержимся поглощающей эволюционной потребностью передать эти гены. И поскольку все было не так, как он хотел, он был вынужден использовать силу для передачи генов. Фактически, вы сейчас существуете именно потому, что ваши предки в прошлом, при определенных условиях, совершали такого рода гнусные действия со своими соплеменниками, или, как еще вы захотите их назвать, сородичами, рабами и так далее. Чувствуете, куда это все ведет? Любое действие, независимо от того, насколько оно ужасно, может быть оправдано идеей атеистической эволюции. потому что, если Бога нет, то, как сказал один из персонажей в книге Достоевского «Братья Карамазовы», все позволено, «Братья Карамазовы» и это правда. Куда все это приведет? Аборты и эволюция. К большому сожалению, в настоящее время в США проблема абортов рассматривается как клиническая проблема. Многочисленные факты говорят о том, что аборт — это не клиническая процедура, это уголовное преступление, убийство слабого человека сильным. Ежедневно в США убивают около двух тысяч четырехсот пятидесяти детей. И это называют абортами. 11 сентября 2001 года, когда террористы врезались на двух самолетах в башне Близнецы, погибло около двух тысяч четырехсот пятидесяти человек. И наш президент сказал, что будет преследовать организаторов терактов по всему миру и заставит их заплатить за то, что они сделали. И в этот же самый день мы сами в своей собственной стране убили две тысячи четыреста пятьдесят своих граждан. А где же президентская речь по этому поводу? Где гневная тирада нашего президента, сообщающая народу, что мы не будем мириться с такой практикой убийств? Ничего такого не было ни в этот день, ни в течение тех тридцати лет, за которые мы убили у себя в США 43 миллиона собственных граждан. Так откуда же берется оправдание той идеи, что можно убивать своих собственных граждан по своему усмотрению? Может быть, такое оправдание есть в Библии? Подумаем еще раз. В Библии говорится, что Бог ненавидит руки, проливающие кровь невинных. А что может быть невиннее жизни нерожденного ребенка? Но что может оправдать эти убийства? Думаю, вы знаете, где искать. Философской идеи атеизма. Барбара Берг в 1974 году сказала, «Среди большинства видов животных убийство младенцев естественная практика. Почему то же самое не может быть у людей? Ведь эту черту мы наследуем у своих предков-приматов». Чарльз Дарвин в «Происхождении человека» говорит, что убийство младенцев — это, вероятно, наиболее важный ограничитель роста населения на протяжении всей человеческой истории. Мой отец и брат купили собаку. Это мощная охотничья собака. Они собирались продавать щенков по несколько сотен долларов за штуку. У собаки был большой помет, кажется, в первый раз 12 щенков. Она съела всех, кроме одного. Во второй раз у нее было 8 щенков, и она съела всех, кроме одного. Если вы разбираетесь в выращивании свиней, вы знаете, что детенышей свиньи лучше убрать от матери, потому что сама мать или другие свиньи могут их съесть. Может быть, вы знаете, что 10% рациона взрослого комодского варана составляют детеныши комодского варана. По словам Барбары Берг, оглянитесь вокруг. В окружающем мире можно заметить, что собаки иногда едят своих детенышей, свиньи своих детенышей, а комодские вараны своих. Если мы только животные и всего лишь наследуем позывы от своих предков, почему бы нам просто не делать то, что делают животные? В конце концов, как сказал Чарльз Дарвин, между человеком и высшими млекопитающими не существует фундаментальных различий в умственных способностях. Кто вы? Если вы верите в атеистическую эволюцию, вы всего лишь высокоразвитая обезьяна. И в принципе, нет ничего, что существенно отличало бы ценность вашей жизни от ценности жизни таракана. Если кто-то приходит и опрыскивает ваш дом, чтобы убить тараканов, потому что они вам доставляют неудобства, потому что вы сильнее и у вас есть возможность уничтожить их, то если в обществе какая-то группа неудобного и вы достаточно сильны, чтобы просто уничтожить ее, тогда просто уничтожьте ее. Конечно, вы скажете, это никогда не произойдет. И никто не купится на эту идею. Подумаем еще раз. Приведу слова философа Фридриха Ницше, который оказал сильное влияние на Адольфа Гитлера. Мы полагаем, что суровость, насилие, рабство, опасность на улице и в сердце, скрытность, стоицизм, хитрость искусителя и чертовщина всякого рода, что все злое, ужасное, тираническое, хищное и змеиное в человеке также способствует возвышению вида человек, как и его противоположность. Включая новости, не пугайтесь от того факта, что двое подкараулили у магазина Walmart 23-летнего отца двух детей, отправившегося туда за молоком для своей семьи и безжалостно убили. Ради того, чтобы завладеть его автомобилем. Никого это не беспокоит. Говорят, все эти ужасы происходят уже миллион лет. И в конце концов все это способствует развитию человеческого общества. А когда вы включаете телевизор, а там родители избивают своих детей, физически, некоторых настолько, что убивают их, пусть вас это не пугает. Все это лишь способствует развитию человеческого рода. Посмотрите, что было миллион лет назад. Надо радоваться тому, что этих детей бьют, а в тех людей стреляют, а тех женщин насилуют, ведь это приводит к совершенствованию человеческого общества. Представляете себе, каким жалким и гротескным было бы общество, которое полностью переняло атеистическое мышление? Город Либерал в Миссури развалился всего через несколько месяцев. Он просто не мог нормально функционировать. Что же произошло в конце концов? Вспомним об одном из самых ужасных людей в истории человечества. Мало кто при упоминании имени Адольфа Гитлера не вспомнил бы о его диких, жестоких и кровавых действиях. Человек, убивший 6 миллионов евреев, 4 миллиона поляков, цыган и людей своей нации. которых он считал лишними из-за того, что они не обладали теми физическими или умственными способностями, которые он считал обязательными. Он отправлял их десятками тысяч в газовые камеры, забивая детьми и взрослыми грязные вагоны, проводил над ними эксперименты, чтобы узнать, за сколько времени человек истечет кровью. В них стреляли с близкого расстояния и засекали, за какое время они истекут кровью до смерти и держали заключенных в ледяной воде, чтобы узнать, через какое время человек умрет от переохлаждения. Где вообще он мог найти оправдание таким ужасным действием? Разве мог он сослаться на Библию и сказать, «Я просто следую принципам, определенным Иисусом Христом, когда он был на земле?» «Я просто следую принципам, изложенным апостолом Павлом в послании к римлянам?» Конечно, нет. Фактически, Бертран Рассел уже признал тот факт, что христианство служило вдохновением для самых благородных поступков в истории человечества. И, разумеется, я не считаю и никто не может считать действия Гитлера благородными. К чему он пришел? Думаю, вы все очень хорошо знаете, к чему он пришел. Он говорит, «Подчинение множества людей воли немногих основано на праве сильнейшего, праве, которое, как мы видим в природе, и которое может рассматриваться как единственное право, имеющее основание». По его словам, если посмотреть на окружающий мир, вы увидите, что сильный лев убивает слабую газель, а более сильный лев убивает более слабого. Он продолжает, «Я сильный. Я продукт естественной среды, которая дает мне возможность пользоваться единственным разумным правом». «Есть только одно правило». Знаете, какое это правило? «Если вы больше других и можете сделать что-то, делайте». Знаете, в чем он прав? Действительно, так устроено в природе. В этом он прав. Кажется, лорд Теннисон писал, что природа учит зубами и когтями. Имеется в виду, что в окружающей нас природе более слабые умирают. Медленных и слабых газелей убивают львы. И вы знаете, что лев не чувствует никаких угрызений совести, пожирая убитую газель. Как говорит Адольф Гитлер, «Не чувствовал этого и я, когда убивал 6 миллионов евреев, потому что я просто действую согласно природе». Можете ли вы найти то, чего не делают животные? Какое поведение нельзя было бы найти у какого-нибудь животного и оправдывать свое на этом основании? Говорит ли это о том, что все, что мы видим в природе, мы можем делать? Да, именно это он и говорит. Знаете, каким было бы общество, если бы в нем господствовало такое животное поведение? Конечно, вы знаете. В этом обществе невозможно было бы никому доверять. Продолжительность жизни была бы абсурдно короткой, потому что если бы кто-то был больше остальных и, будучи сильнее вас, столкнулся с вами на дороге и сказал бы вам, «Отдай мне твой бифштекс», а вы бы стали возражать и говорить, «Нет, я не отдам тебе свой бифштекс», то он смог бы просто сказать, «Я сильнее тебя, или ты отдашь мне свою еду, или я убью тебя». Такой бы была повседневная жизнь. И в этом, друзья, итог философии атеизма. Сторонник теории эволюции и скептик мог бы сказать здесь, «Подождите, вспомните обо всем том, что делалось во имя Христа, все гнусности, убийства и ужасы». Вспомните Испанскую Инквизицию. Вспомните о временах, когда христиане охотились на ведьм. как насчет всех, вспомните о всех тех примеров, когда люди, прикрываясь именем Христа, убивали. Нужно разъяснить этот вопрос, и вы должны хорошо это понимать. Все те, кто участвовал в Испанской Инквизиции или судах над ведьмами не действовали по принципам, изложенными Иисусом Христом в Новом Завете, независимо от того, что они говорили в обосновании своим действиям. Посмотрите на жизнь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы увидите, с каким самопожертвованием, добротой, вниманием и сочувствием он относился к людям. И становится совершенно понятно, что те, кто участвовал в таком злодействе, как Испанская Инквизиция, совсем не похожи на Христа. Испанская Инквизиция не является как Христа. Это искажение, извращение учения Христа. Но поймите это правильно. Учение об атеистической эволюции логически приводит к обществу, в котором нет моральных стандартов, и даже честный сторонник эволюции признает это. Уильям Эрнест Хенли был гуманистом. Может быть, вы не слышали о нем. Он был зол на Бога за то, что Бог позволил случиться в его жизни. Он решил верить, что нет никаких доказательств существования Бога. Он считал, что если бы Бог существовал, Он никогда не позволил бы случиться тому, что с ним случилось. Он заболел туберкулезом. Его ногу ампутировали, когда ему было около 16 лет. Позднее с ним случился какой-то нелепый несчастный случай. Цепь опутала его другую ногу, протащила по железнодорожной колье, и у него снова начался туберкулез. Он думал, что его ждет ампутация второй ноги. Его жизнь была бы полна боли и страданий, и он заявил, что нет такого Бога, который допустил бы всему этому произойти в его жизни. У нас есть хороший ответ о боли и страдании, основанный на философии Библии. Сейчас нет времени обсуждать этот вопрос. Но давайте послушаем Уильяма Эрнеста Хенли. Он написал поэму «Непокоренный», в котором есть такие слова. «Из-под покрова темноты, из черной ямы адских мук, благодарю богов любых за мой непокоренный дух». Жестокие тиски беды не выдавили даже стон. Ответом на удар судьбы была лишь кровь, но не поклон. Тропа лежит средь зла и слез. Вдали, как тень, лишь страх и грусть, но будущих штормов и гроз «Я, как и прежде, не боюсь». Не важно, что врата узки или свиток бедами кишит. Я властелин своей судьбы. Я капитан своей души. Как видите, Уильям Эрнест Хенли искренне хотел верить, что не существует ничего, кроме земного существования, потому что он прожил такую жизнь, которая не вела к вечности с Христом. Может быть, вы слышали о Тимоте Маквее. Его последними словами на этом свете были слова из этой поэмы. Тимоте Маквей арендовал грузовик, наполнил его сотнями килограммов взрывчатки и врезался в правительственное здание в Оклахоме. От взрыва, в том числе, погибло 13 детей из детсада, находившимся в этом здании. Это был один из крупнейших терактов в истории США. И террорист цитировал поэму «Непокоренный» Уильяма Хенли. Почему? Потому что он хотел, чтобы вы думали, что он не боится смерти. Тропа лежит средь зла и слез. Вдали, как тень, лишь страх и грусть, но будущих штормов и гроз я, как и прежде, не боюсь. Слышите? Он хочет сказать, что не боится смерти, но тропа лежит средь зла и слез, вдали, как тень, лишь страх и грусть. Хотите знать, какой самый горький плод атеизма? Неважно, как вы хотите выглядеть, вы боитесь умереть и увидеть, что находится по ту сторону тени. Девушка по имени Дороти Дэй, которая несколько месяцев или даже лет была очарована философией Уильяма Хенли, начала верить и жить в соответствии с ней. И когда она познакомилась с учением Иисуса Христа, она написала ответ Хенли. «Свет ослепительных лучей, подобных солнцу над землею, излился внутрь души моей. Христос пленил ее любовью. Раз Он определяет путь, не вздрогну я, не зарыдаю, пред тем, что случаем зовут, смиренно голову склоняю. За миром сим слез и греха, жизнь с Ним, Его любви завет. Всегда хранит меня от страха в круговороте бурных лет. Узки врата, но не боюсь беды. Простил грехи мне Искупитель. Христос, Господь моей судьбы. Христос, души моей правитель». Есть только одно место, в котором человек может найти покой для своей жизни. И это точно не атеизм. Это место жизнь во Христе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова